Под запретом спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия числом более 50 человек. До 12 апреля всех граждан старше 65 или имеющих хронические заболевания просят сохранять режим самоизоляции. В магазинах и поликлиниках планируют организовать так называемые ветеранские часы, чтобы разделить потоки людей. От ограничений к мерам поддержки. Школьников, что получали бесплатное питание, на карантине обеспечат продуктовыми наборами. Сейчас Роспотребнадзором мы согласовываем продуктовый набор, который мы будем распространять через Министерство образования. В планах пересмотр бюджета 2020. Дополнительные средства необходимы не только на борьбу с коронавирусом, но и его последствиями. И на поддержку, подчелкиваю, реальную поддержку малого и среднего бизнеса, предприятия различных форм собственности, лиц, которые сегодня высвобождаются по причинам сокращения людей, которым необходима целевая адресная помощь сегодня, потому что им нужно идти за продуктами питания, покупать лекарства и так далее. От продуктов питания до лекарственного обеспечения сегодня тем, кто остался без работы, необходима адресная помощь. Потому и возникла инициатива возобновить программу «Продуктовая карта». Нам нужно рассчитать какую-то убывающую модель этой карты. Например, апреля-то 10 тысяч на этой карте, на продукты определенному человеку, и дальше по убывающей рассчитывать до конца года. С 25 марта заработает волонтерский штаб, где соберут информацию о нуждающихся в той или иной помощи. Ветераны, многодетные семьи, инвалиды, пенсионеры. Доставить продукты питания или лекарства, получить консультацию врача. Также сейчас прорабатывается вопрос оформления различных выплат на дому. Это позволит снизить количество обращений в отделении социальной защиты населения. Екатерина Терещенкова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Продолжение следует...